Чуть более хороший срез общества, чуть более полный, чем просто несколько военных, несколько гражданских. Несколько примеров по поводу нефункциональных военных и прочее. Первое. Прошло год. Уже известно полностью все провокации, все планы, которые готовились, чтобы это все предотвратить. Первое. Готовилось массовое побоище на Краковце. Туда прибыл конкретно батареон Донбасс в тяжелом вооружении, без оружия, естественно. Значит, после этого люди, которые планировали это, я не буду говорить слово, что у них случилось, но они отказались от этих планов. Первое. Второе. Саакашвили должен быть арестован и вот так же выяснен во Львове. Могу показать, по какой причине это не произошло. В тот момент, когда должен был начаться этот план, когда пришли пограничники, вывалились несколько человек из лифта, бронежилетов и касков. Ну вот, к примеру, где чудо у нас? Чудо. Вот, посмотрите на этих дружелюбных людей. В-третьих, я прекрасно знаю, что очень многие операции, которые планировались, они просто отменялись, потому что опасались, что ветераны дальше, дальше, дальше пойдут. А вот, когда уже отбивали Саакашвили во время первого его попытки пленения, тогда уже и военные, и гражданские, и депутаты, и женщины, и мужчины все вместе объединились и не дали. После того, когда была ситуация с его первым попыткой ареста, мы попросили его находиться в гостинице, и оттуда не выходить. Ну, было приставлено на охрану. После этого он охрану не поставил и пошел туда с несколькими человеками, где его арестовали, надеясь, что, очевидно, не посмеют. Он все это рассказывал в своем интервью, описывал, что у него была тогда возможность уже, скажем так, уйти, но получилось, как получилось. Я к чему это рассказываю? Потому что одни военные ничего бы не сделали, одни гражданские ничего бы не сделали, и одних разогнали, объявив бы бандитами, мародерами и убийцами, наркотики подкинули, и, вторых, разогнали бы просто-напросто тетушками смели. То, что мы были вместе, когда мы были вместе и на митингах, и во время шествий, все было хорошо. Как только мы стали, потеряли вот эту вот идею, четкий план, что делать, когда начали смотреть, почему люди не собираются волшебным образом, когда стали разменяться, вот так оно и получилось. Поэтому, кто лучше, а кто хуже, точно не надо выяснять. Мы все украинский народ, и я думаю, что и Михаил Саакашвили, ему берут рано или поздно гражданство, и тех грузин, которые депортировали из страны, они смогут сюда приехать в качестве гостей. Я два месяца пробыл в Грузии, потому что наших хлопцев кинули туда в тюрьму. И я хочу сказать, что грузины и украинцы действительно люди очень близкие друг к другу. Очень многие грузины вспоминают тех украинцев Сунамусо, которые приезжали, помогали в 90-х в борьбе за независимость. И многие могилы сейчас поддерживаются грузинами наших хлопцев, украинцев в Грузии. И наоборот, здесь еще многие грузины воевали за Украину. Поэтому, не зная, все ли мы сделали, возможно, со стороны может показаться не все. Но мы боролись за каждого, мы не делали разницы между Саакашвили и обычным бойцом. И пока мы могли, мы держались. И остальные. По поводу... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!